Друзья, привет! Сегодня я хочу поговорить о таком выражении, как «мужчина не плачет». И будем говорить мы об этом выражении как о педагогическом термине. Практически каждая семья хотя бы раз в жизни задумывалась, а правильно ли они делают, что говорят своему сыну «мужчина не плачет». Лично я думаю, что во многих семьях мнения на этот счет сильно разнятся. И некоторые родители считают, что не стоит пренебрегать такой методикой и постоянно говорят своему сыну, что «мужчина не плачет, дорогой». А некоторые родители считают, что к мальчику надо относиться настолько же мягко, насколько и к девочке, и не использовать данную методику. Сегодня я поделюсь своим мнением и дам вам пищу для размышления. Итак, поехали! Первое, что хочется донести – учитывать возрастные особенности ребенка. У малышей до года только честный плач. После года ситуация начинает меняться. В предыдущих роликах я уже рассказывал, например, про истерики и манипуляцию детишек. Так вот, соответственно, после года малыши уже начинают осваивать инструментальные и манипулятивные типы плач и истерик. Наверное, сторонники воспитания «ты же мужик» сейчас с ехидом потирают руки. А вот и не стоит этого делать. Детишки до трех лет не всегда до конца понимают, осознают, как вести себя в той или иной ситуации. Вот вам пример. Малыш мог бежать, споткнуться, упасть и заплакать только потому, что ему обидно из-за того, что он упал, а не потому, что ему больно. Поэтому старайтесь фильтровать просто его поведение в таком возрасте. Соответственно, если ему действительно больно, не надо говорить «ты мальчик, соберись, ты мужик, ты не должен плакать». Вы действительно должны его взять на ручки и погладить, и пожалеть. В случае, когда он плачет из-за каких-то хотелок, то попытайтесь выяснить, чего конкретно он хочет. Ну и третий вариант, если он плачет, действительно пытаясь с вами манипулировать, этот момент надо фильтровать, и об этом я уже говорил в предыдущих своих роликах. После трех лет, по моему мнению, начинается совершенно другая история, и малыш понимает, что можно плакать не только от боли, а для того, чтобы пожалели. Чуть позже малыши начинают уже плакать сами себе и жалеть сами себя. Друзья, обратите внимание, если ребенок, играя с другими детишками, и рядом нет бабушки или мамы, и он споткнулся, упал и больно ударился, то, скорее всего, он поднимется, отдыхнется, побежит дальше, даже не обратит внимания на ушиб, если он, конечно, не очень прям болезненный. Поэтому в таком возрасте, если ребенку действительно нужна помощь, например, он сильно упал и ударился, не надо побегать к нему с криками «Боженьки, дорогой, что с тобой случилось, чем я тебе могу помочь?» Этого не стоит делать. И как раз малыш начинает понимать, что можно плакать из жалости, чтобы тебя пожалели. Надо подойти к нему, сесть на корточки, посмотреть ему в глаза, взять за ручку и спросить, «Сынок, у тебя что-то случилось? Если ты будешь громко плакать, я не смогу понять, что ты говоришь, и не смогу тебе помочь». И тогда из давления на родителей в виде плача и криков малыш перейдет на спокойную речь, скорее всего, и вы сможете понять его желания и хотелки. Ну так вот, если такие моменты не искоренять, если не проводить с малышом вышеоговоренные беседы, тогда, вероятно, малыш начнет думать, «Хм, если меня начинают жреть, когда я плачу, почему бы мне не поплакать? А почему бы мне не поплакать дальше по жизни?» Ну как же, спросите вы, почему тогда девочкам такое можно не говорить, а мальчикам нельзя? Отвечу на этот вопрос очень просто. Девочки, когда вырастают, у них рядом есть кто? Мужчина, который всегда их поддержит, услышит и поставит сильное плечо. А представляете, если мужчина будет плакать рядом с ней? Тогда девушка останется совершенно беззащитной. Но, конечно, не стоит забывать, что в любой обучающей ситуации педагогическое задание должно быть посильное. Иногда бывают новые и неожиданные случаи, при которых не стоит лишний раз тыкать фразы «мужчина не плачет». Лучше в этой ситуации подойти, обнять сына и помолчать вместе с ним, например. И не забывайте, что мальчики становятся не сразу мужчинами и не могут сиюминутно измениться. Но важно задавать верный вектор направления, то есть должны быть какие-то определенные зачатки мужества. Надо объяснять малышу, что мужчина должен думать и действовать, а не расстраиваться и плакать. А также он должен быть образцом мужества и уверенности для членов всей семьи. Надеюсь, мое мнение было полезным для вас. Ну а если вы хотите подискутировать на эту тему, пишите в комментариях. Кроме того, делитесь этим роликом с друзьями, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь обязательно на канал. Впереди еще много всего интересного. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!